Всем привет! И в сегодняшнем видео я покажу свою коллекцию масштабных моделей внедорожников ГАЗ и УАЗ, которые выходили в журнальных сериях Автолегенды СССР и Автомобиль на службе от издательского дома до Агостини. И первая масштабная копия, с которой мы начнем, это внедорожник ГАЗ-67Б. Эта модель неудачная в плане того, что когда я ее приобретал, я не обратил внимания, что она была дефектная, и в итоге у меня появилась модель, у которой сломан колесный диск. Изначально эта деталь стояла с задней, с правой стороны, я поставил ее на место запаски, так она не сильно бросается в глаза, но потом со временем я найду похожий колесный диск, а вот эту бракованную деталь я выброшу. Также эта модель была некомплектная, у нее отсутствовал рычаг переключения коробки передач, я сделал новый элемент из обычной булавочки, загнул его, установил на место, где изначально должна была быть отсутствующая деталь, и у меня получился вот такой сборный грузовичок. Модель довольно хорошо окрашена, у нее снимается тент, я здесь также окрасил выпускную систему, других доработок я на ней не делал. Еще один интересный факт, то что у этой модели со временем начала появляться белизна на покрышках, я не знаю с чем это связано, но возможно здесь используются очень дешевые материалы, которые со временем меняют свою структуру. Но я думаю, кто из вас собирал журнальную серию, у вас есть похожая машинка. Следующая машинка это тротуароуборочная машина-снегоуборочная машина на базе внедорожника ГАЗ-69. Здесь я сменил покрышки на харьковские, больше доработок я не делал, потом я окрашу выпускную систему, раскрашу салон, подкорректирую установку некоторых деталей, потому что, например, горловина лючка бензобака здесь криво установлена, но машинка покрашена довольно аккуратно, нет подтеков на лакокрасочном покрытии, также нет следов клея, и после доработки я думаю, что получится вполне приемлемая масштабная копия. Следующая машинка тоже на базе внедорожника ГАЗ-69, только это уже пожарный автомобиль. У меня изначально было два таких джипа, и у одной модели было сильное повреждение на задней части, я тоже это не сразу заметил, поэтому мне пришлось купить вторую целую модель. Здесь я сменил покрышки на харьковские, также окрасил выпускную систему, вентиль на задней части, других доработок я на этом внедорожнике не делал. Следующая машина это ГАЗ-69А, классический четырехдверный внедорожник. Это модель из европейской журнальной серии, она отличается от аналога, который выходил в журнальной серии Автолегенды СССР, тем, что у нее другой зеленый цвет, и также есть номерные знаки. Здесь я поставил харьковскую резину, других доработок я не делал, возможно, есть также мелкие отличия от аналога, который предназначался для российского рынка. Если у вас есть такой УАЗик из журнальной серии Автолегенды СССР, то напишите в комментариях, какие отличия есть еще у этих масштабных копий. Следующая машина это всем известный УАЗ-469, первая модель выходила в журнальной серии Автомобиль на службе, военная автоинспекция. У меня несколько таких УАЗиков, и покупал я их как доноров для запчастей, потому что, на мой взгляд, именно этот УАЗ один из самых лучших в плане снятия различных деталей. Например, отсюда вы можете снять светотехнику, систему СГУ, передний и задний мост, колесные диски, покрышки, элементы салона. Я, например, делал версию Волги ГАЗ-21, я делал как раз внедорожник, и с этого УАЗика я на нее поставил передний и задний мост, покрышки и колесные диски. Но модель довольно тоже интересная, и она довольно хорошо попадает в масштаб 1 к 43. Второй УАЗик у меня тоже 469, точно такой же, только на этой модели остались оригинальные покрышки, а на первом УАЗике я их заменил на покрышки от Maestro Models. И вы наглядно можете посмотреть, насколько покрышки преображают вид масштабной копии. Так что, если у вас есть такие же УАЗики, я советую вам приобрести покрышки от Maestro Models и установить на свою масштабную копию. Они стоят не так дорого, в пределах 100 рублей, и за эту сумму вы можете значительно улучшить вид вашей масштабной модели. Следующая модель это тоже УАЗ 469, изначально эта машина была в варианте военная автоинспекция. Я здесь перекрасил тент, я хотел его сделать сначала в черном цвете, но потом оставил светло-серым. Возможно, он не соответствует оригинальному прототипу, но мне в таком варианте модель нравится. Я убрал декали, больше доработок я здесь не делал, покрышки здесь родные. Следующая машинка это тоже УАЗ 469, только в варианте милиция. Этот автомобиль выходил в журнальной серии «Автомобиль на службе». Здесь я поставил протитуманные фары, номерные знаки, зачернил решетку радиатора, установил антенну на крышу. Также поставил салон от обычного УАЗа, но добавил перегородку. Убрал столб, который крепит днище к корпусу и поставил днище от обычного УАЗа, потому что изначально на этом УАЗе была неправильно сделана передняя балка и передний мост. Также я окрасил задние фонари и установил задний номерной знак. И у меня с этой моделью небольшая проблема. Днище имеет небольшой дефект, его почему-то раздуло. Я не знаю, это случилось после покупки или я приобрел такую модель, потому что сначала я не обратил на это внимание. Если у вас в коллекции есть такой же УАЗик, напишите, как у вас дела обстоят с кузовом. У вас тоже вот такой небольшой бугорок или у вас кузов более-менее ровный. И возможно она в конечном итоге развалится. Возможно здесь цинковая чума, но пока что лакокрасочное покрытие целое, нету повреждений, трещин нету и модель пока что держится. Так что буду за ней наблюдать. Следующая машинка это еще один УАЗ 469, только это модель уже из европейской журнальной серии. Здесь я поставил покрышки от Maestro Models, других доработок я не делал. И отличие этого варианта от российского издания, то что здесь другие номерные знаки и другой зеленый цвет. Больше модели ничем не отличаются. Следующая модель это УАЗ 3172. Тоже довольно интересный внедорожник, очень специфичной внешности. Такую модель серийно до издательского дома Де Агостини больше никто не предлагал. Здесь я поставил харьковскую резину, больше доработок я не делал. И в целом модель смотрится довольно оригинально и довольно интересно. Также в журнальной серии выходил подобный УАЗ в трехдверном исполнении. Но я взял только пятидверный вариант, потому что потом я уже забросил собирательство машинок из этой серии. И сейчас я их уже не покупаю. Следующая машинка это автобус УАЗ 3972. Тоже довольно интересная масштабная копия. До этого такую модель предлагали мелкие мастерские. У них качество детализации было не намного лучше, чем у журнального аналога. Здесь я не усмотрел то, что покрышки начали оплавлять колесные диски. И в итоге у меня поплавились обода на колесах, покрышки задубели. Сейчас их демонтировать без поломки колесного диска не представляется возможным. Поэтому я оставил их в таком виде. Если колесные диски окончательно испортятся, я подберу что-нибудь похожее. И тогда уже установлю харьковскую резину. Но эта модель тоже довольно симпатичная. Следующие модели это автобусы УАЗ 450. Первый автобус в медицинском исполнении. Здесь тоже покрышки уже начали оплавлять колесные диски. Но модель в целом довольно симпатичная. И у меня есть второй точно такой же УАЗ. Я его брал как донора для запчастей. У него я сразу демонтировал покрышки. И если здесь покрышки окончательно испортят колесный диск, то я возьму колесные диски со второго УАЗика. Он у меня, повторюсь, все равно как донора для запчастей. Возможно, из него в дальнейшем я сделаю какую-нибудь конверсию. Следующая машинка это фургон для перевозки тканей. Тоже выходил в журнальной серии «Автомобиль на службе». Здесь покрышки пока не оплавили колесные диски. Но модель имеет мелкие дефекты. Например, на стеклышках сзади также декали установлены не очень ровно. И фальшивная решетка здесь тоже имеет некоторые потертости. Нужно будет привести эту модель в порядок в дальнейшем. Следующая модель это фургончик УАЗ «Аварийная газовая служба». Здесь я доработал светотехнику спереди. Также раскрасил выпускную систему. Обозначил небольшие фиксационные элементы черной краской. Больше доработок на этом автобусе я не делал. Но здесь тоже есть некоторые дефекты. Например, трещина на переднем стекле. Нужно будет тоже привести эту модель в порядок со временем. Я думаю, у многих из вас есть такой фургончик. У меня вообще в коллекции есть еще два таких фургона. Я их покупал как доноров для запчастей. Поэтому я из трех моделей могу собрать одну более-менее нормальную. Следующая машинка это телевизионная передвижная станция УАЗ «Айоки». Тоже довольно симпатичная машинка. Здесь я поставил харьковскую резину. Больше доработок я не делал. Нужно будет со временем установить аппаратуру в задний отсек. Потому что здесь он пустой. И еще одна модель, которая не относится к журнальным моделям. Но тем не менее она мне нравится. Это Бауэровский УАЗ «Хантер». У него открываются передние дверцы. По большому счету здесь детализация приближена к журнальным моделям. Я думаю, у многих из вас есть такая машинка. Она стоит в пределах 100 рублей. За эту цену это просто превосходная модель. Вот такая небольшая коллекция, которую я вам показал сегодня. Напишите в комментариях, какие модели есть в вашей коллекции. Какие машинки понравились вам из того, что я показал. Конечно, я покупал не все модели. Выборочно сейчас я их уже не покупаю. Если мне подвернется возможность за приемлемую цену докупить модели, которых у меня не было, я их приобрету и тогда на них сделаю видеообзор. Всем спасибо за внимание. Спасибо за то, что досмотрели этот видеообзор до конца. Не забывайте поддержать видео лайком или дизлайком. Подписаться на мой канал. И можете вступить в мою группу ВКонтакте. Там я и участники сообщества делимся фотографиями своих коллекций. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока.